Наши в НХЛ. Нет, это не Овечкин с Малкиным на заокеанских ледовых площадках, но тоже турнир достойного уважения. Шестой сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» стартовал в Московской области. И первую игру сезона на новенькой ледовой арене имени Третьяка провела щелковская команда «Спарта» – соперник ХК «Сварок» из Балашихи. Уже с первых минут стало понятно различие в классе команд. Так часто бывает в любительских турнирах. Хоккеисты «Спарты» практически беспрепятственно доставляли шайбу к воротам соперника. И за первые минуты резиновый снаряд дважды побывал в сетке. После первого периода на табло горели цифры 5-0. Конечно, была надежда, что после перерыва «Свароги» смогут найти свою игру и оказать сопротивление команде из Щелково. У нас что-то не получается. Соперник, наверное, растерялся. У них многое не получается. У нас вроде более-менее получается, но ошибки тоже есть. Первая игра, она всегда нервозная. Но дальше, надеемся, будет лучше. Получилось сегодня забить. Три. Пока. Может, еще забьем. Ночная лига объединяет команды из всех регионов страны, разделенные на 9 конференций по географическому признаку. Название обусловлено временем проведения матчей, как правило, после 9 вечера. Турнир проводится при поддержке Минспорта и Федерации хоккея России. Иногда на лед выходит и президент Владимир Путин. Подмосковье в этом сезоне представляют 55 команд. Две – от Щелковского района. Кроме «Спарты» это еще ХК «Щелчок». Обе играют в дивизионе «Любитель 18+, Лига надежды», «Зона Восток-1». Цель – пробиться в финальный этап, который традиционно проходит на Олимпийских аренах Сочи. У нас, в принципе, команда со всего Щелковского района. Мы в течение года готовили к этому турниру. У нас три льда в неделю, поэтому собрали всех лучше. Сейчас мы наигрываем команду свою на более сильных соперников. Год назад «Спарте» до поездки в Сочи не хватило всего одной победы. Команда существует с 2003 года. Сначала играла в турнирах ветеранов. Сейчас в ней игроки от 18 лет. Тренирует «Спарту» Эдуард Сумков, который сам играет в НХЛ в категории 40+. Разумеется, сил и уверенности щелковским хоккеистам прибавляет и то, что у них наконец-то появился свой дом – ледовая арена имени легендарного Владислава Третьяка. Игроки вместе с болельщиками уже обустроили своеобразную фан-зону, где представлены трофеи из разных городов и стран. Арена, мы ее так долго ждали, поэтому большое спасибо за эту арену. Мы счастливы. На своей поляне всегда хорошо, стены помогают. Приятно, когда в Щелку открылся свой дворец и проводим такой чемпионат на таком уровне. Очень приятно. Возвращаясь к игре, скажем, что никаких изменений в ее характере ни во втором, ни в третьем периоде, увы, не произошло. Шайбы на любой вкус залетали в ворота Балашихинцев. К чести вратаря команды «Сварок» он очень старался исправлять огрехи своих защитников. Отбивал и ловил, что мог. Просто мог далеко не все. Когда в конце третьего периода счет на табло обозначен двузначным числом в пользу одной из команд, главная ее задача – это сохранить свои ворота в неприкосновенности. Так и произошло. 13-0 в пользу «Спарты». И оба наших голкипера, выходившие на лед, Алексей Сержантов и Юрий Кожевников, выражаясь хоккейным языком, положили в свою копилку по сухарю. Тренер доволен. Сезон в НХЛ начался неплохо. Задачи всегда стоят только побеждать. А там как получится. Это спорт. Понимаете, ругать за это. Нет смысла. А радует то, что очень много людей стало приходить, заниматься этим видом. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова